всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для свой канал на ютубе в частности про слесарное дело сегодняшняя тема разметка так что такое разметка разметка это нанесение на поверхность заготовки линии они же более правильно их называть риски определение согласно чертежу который стали или листа подвержены обработки подготовка к разметке перед разметкой нужно сделать пера очистить заготовку от пыли грязи окальной коррозии второе тщательно осмотреть заготовку чтобы размеры заготовки соответствовали чертежу третье определить поверхность заготовки то есть базы от которых следует откладывать размеры следующие это виды разметок первое и самый простейший из них это разметка по чертежу то есть вам дан чертеж и дан дан заготовка то есть вам нужно сделать все по чертежу с данной заготовкой и все тут ничего за умного нету 2 это разметка по шаблоны применяют при изготовке больших партий одной и той же детали 3 это разметка по образцу в основном применяют когда снимают размеры с вышедшей из строя детали при этом учитывают ее износ то есть у вас какая-то деталь вышла из строя в ее основе деталь который вышла из строя делаете новую деталь при этом учитываете из ее изношенность то есть делать так чтобы последующий деталь была более устойчивая чем предыдущие четвертый пункт это разметка по месту применяют при сборке больших деталей в том положении в котором они должны соединяться то есть это как правило бывает а такие агрегаты то есть большие детали например я не знаю но там размер с двигатель с блок цилиндров какой-нибудь то есть масштаб я привожу в качестве примера масштаб и пятый пункт это разметка карандашом производит по линии на заготовке из алюминия и дюраль алюминия ну то есть такой сплав алюминий там с чем-то я уж не помню его его где применяют но он не так часто используют алюминий диур алюминий поэтому не будем заострять на это внимание чтобы не разрушать защитный слой заготовки и собственно с помощью чего это делает чертилка по металлу ну на данном изображении приедены самые такие простейшие чертилки которым можно самому сделать вот но на этом все всем спасибо сегодняшняя тема конечно была короткой но тем не менее очень важная вот но на этом все все спасибо не забывайте писать комментарии подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх оставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также добывает добавляйтесь ко мне в различные социальные сети но на этом все все спасибо и до новых встреч